Здравствуйте, дорогие друзья! Рубин ТВ снова в деле! Наша команда находится в столице Чеченской Республики, а за моей спиной сердце Чечни. И это говорит лишь об одном. Казанский клуб проводит свой первый выездной матч в этом сезоне. И мы просто обязаны вам рассказать, и что важно, показать несколько интересных деталей этого поединка. Итак, поехали! Идея возникла давно. Нас собралась маленькая компания в 4 человека. Мы приехали сюда автостопом. Пол России, без денег, без билетов, романтика, все за Рубин. Для нас самое главное показать, что мы здесь, чтобы они нас слышали, что увидели, что для кого-то это все-таки победы эти нужны. И надеемся, что это их заведет на дальнейшую игру. Рубин! Если главную мечеть в городе Грозном называют сердцем Чечни, то это место по праву можно назвать душой. Ахмат-арена. Стадион, на котором Рубин выступал как в качестве гостя, так и в качестве хозяина. Наша команда обыгрывала здесь локомотив, Кубки страны и Зенит в чемпионате России. Единственная команда, которая до сих пор не покорилась нам на этой арене, это Грозненский Терек. Впрочем, это можно исправить уже этим вечером. Внутри Ахмат-арена выглядит еще лучше, чем снаружи. Весьма комфортабельный стадион, отвечающий европейским стандартам. Единственное, что можно поставить в упрек этому дому футбола – качество местного газона. Совсем недавно здесь прошел боксерский титульный бой с участием местного любимца публики Руслана Чигаева. Боец, выступающий под российскими знаменами, поединок выиграл. А вот качество газона от этого сильно проиграло. Нужно отметить, что работники делают все, чтобы футбольное поле соответствовало высоким стандартам. Терек хорошо играет дома, это известно. И старт, крупная победа это подтвердил. Но по большому счету еще карты не раскрыты. И если у Терека очень многое понятно, потому что команда практически не изменилась в межсезонье, то у Рубина много работы. Пока еще контуров Рубина себе не представляют, но и для самой команды это сложно. Сложно находить какое-то единство, когда меняется состав всего коллектива. Поэтому, конечно, Рубин, я думаю, претендент, как и раньше, на европейские путевки. Рубин должен ставить такую задачу перед собой. И мне кажется, достаточно взрослые, скажем так, уже матерые футболисты есть. Нужно немножечко завестись. Причем такие духовитые игроки в Рубине есть, как карадемисты, например, которые умеют своей энергией, прежде всего, команду заводить и разгонять, что ли. Если, конечно, позволит температура. А я надеюсь, судя по ощущениям, что ближе к вечеру это уже будет более-менее комфортная погода. Если было 34, когда в полдень мы, например, приземлялись, то сейчас уже чувствую где-то градусов 30, а через 2-2,5 часа, когда матч будет, уже футболисты выйдут на поле в человеческих условиях. До старта матча осталось буквально несколько часов, и команды в скором будущем смогут помериться силами. Как видите, на Ахмат-арене пошел легкий грибной дождик, но, думается, командам это не должно помешать. Во вчерашнем матче дублеров наша команда одержала победу. Единственный мяч на счету нападающего Игоря Портнягина. Будем надеяться, что основа поддержит почин молодежи и сможет одержать свою первую победу в чемпионате. Оставайтесь на Рубин ТВ, и вы узнаете все самое интересное.